С широким распространением смартфонов искусство фотографий стало доступным каждому. Теперь снимки, сделанные при помощи приложения Instagram, не только достояние интернета, но и предмет экспонирования. В мастерской шестой этаж открылась выставка-конкурс лучших фоторабот в номинациях Instagram и традиционное фото. Большинство конкурсантов – начинающие бывалые фотолюбители из ИГХТУ и ИГУ. Главная тема – любимый город. У людей, которым от 20 до 40, приблизительно так, отношение к городу, как к гостинице, как к месту проживания, от которого они хотели, чтобы было поудобнее, но если нет, ну ладно, можно закрыть глаза и идти домой. Вот хотелось бы, чтобы люди поняли, что город – это та среда, которую мы сами создаем. Мы ее видим, мы ее понимаем, мы видим в ней проблемы, мы ее меняем или не меняем. Вот мы хотели показать город, который может быть и красивым, и ужасным, и сложным. На фото, сделанных традиционным способом, тоже Иваново – в любой период времени, в любое время суток. Город необычный, красивый, отнюдь не будничный. На этом снимке – мост в парке. Задумку автора снимка признали лучшей в номинации – классическое фото. Была она сделана не за один раз, а в течение, наверное, полутора лет, потому что часть была сделана зимой, часть летом, в 2011-2013 году. И потом я соединил и хотел показать, как меняется парк Степаново. На Инстаграм фото в основном городские улицы и примечательные здания. Организаторы выставки не согласны с расхожим мнением, что такие снимки обесценивают само представление о фотоискусстве. Говорят, что если присмотреться, то можно найти определенный стиль у каждого инстаграммера. Иваново, преломление, собственно, каждого из этих участников, становится абсолютно очень интересным городом. Он меняется каждую минуту. Вот Инстаграм-фотография, она как бы заключается в мимолетности момента сделать снимок. Поскольку снимки мимолетные, у них нет названий, не указано время и автор. На выставке каждый посетитель мог увидеть свой маленький шедевр на стенде и подписать его. Если Инстаграм-искусство, у него должен быть автор, но не с именем, а с ником. Мария Смирнова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.